Всем доброго дня! С недавнего времени мне стало интересно, а как проходит обычный урок истории в обычной армянской школе? Просто ужасно любопытно, в каком таком формате армянские учителя преподносят информацию детям, что потом, вырастая, они с полной уверенностью говорят следующее. Я армянин, и мне 12 тысяч лет. Нас армян по-разному называли. Мы были Этсосы, мы были Хаясы, Ары, Арнены. Мы пережили много цивилизационных потерь. Мы пережили падение Римской империи, мы пережили потери Египетской. Эти все империи превратились в пыль истории. Попробую предположить, что армянская система образования, скорее всего, уже давно объединила историю и географию в один предмет и назвала его армянская историография. Потому что, ну какой смысл разделять эти две дисциплины, если армянские фантазии рождаются в них совершенно синхронно, сопровождая придуманные исторические достижения не менее грандиозными географическими выдумками. Хотите, верьте, хотите, нет. Я попытался представить себе кабинет армянской историографии в армянской школе. Наверняка все стены там увешаны красивыми самодельными картами, которые по просьбе учителя историографии нарисовал учитель рисования. А на столе однозначно красуется пресловутый глобус Армении, который смастерил учитель труда. Думаю, что каждый свой урок учителя армянской историографии начинает следующими словами. Впрочем, зачем нам подключать свое воображение, когда есть такой замечательный и настоящий историк, как Филипп Эказианс, который представил в интернете не только нашему, но и всеобщему вниманию реальную лекцию преподавателя армянского языка и истории Нуне Гургеновны Махитарян. Итак, миссионеры от армянской истории. Всем нам знакомо это выражение «Язык мой, враг мой». Древнегреческое изречение, которое авторство этой фразы приписывают вот этому человеку, историческая личность, между прочим, но он больше известен как такой полумифический, полулегендарный баснописец Эзок. Как справедливо отметил сам Филипп Эказианс, очень любопытно, что свою лекцию Нуне Гургеновна начинает именно с этой фразы «Язык мой, враг мой». Она как будто заранее извиняется перед слушателями за то, что она собирается дальше сообщить. Почему я начала с Эзопом? Потому что на самом деле этот человек по своему происхождению, благодаря своему происхождению имеет некое отношение и к нам. К нам, то есть к армянам. Интересно. А мне знаете, что интересно, уважаемый Филипп? По какой системе армянские историки выбирают себе очередную историческую личность в жертву? Просто если они идут в алфавитном порядке и уже добрались до Эзопа, их следует предупредить, что дело пахнет керосином. Список исторических личностей планеты Земля начинает подходить к концу. Как я уже сказала, он жил в VI веке до н.э. и был выходцем из Фригии. Вот эта карта Малой Азии античного периода. Я почему выбрала именно эту карту? Потому что здесь показаны почти все государства, которые существовали параллельно древнему армянскому государству. Просто некий сильный и могущественный человек подчинил себе массу простолюдинов и заставил их работать на себя. Потом подарил этих работников сыну, тот своему сыну и так дальше. Вот такое государство имеется в виду. Но вероятность того, что все эти люди, то есть и правители, и подданные, являются предками исключительно Нунэм Хитарян, Филиппа Эказьянса и других носителей этих ярко выраженных фамилий, равняется примерно нулю. Уважаемый Филипп, если вы будете продолжать в том же духе, я останусь без работы. Что мы знаем о фригийцах? Мы знаем, что у них был полумифический царь Гордиос, который и завязал тот вот страшный узел на своей карете или телеге, выставил в центральном храме столицы Гордиона, то есть назвал столицу в честь себя, и предрек всему человечеству. Тот, кто развяжет этот узел, тот станет властелином мира. Второй великий фригиец, который остался в памяти человечества, это Эзоп. Все. Всего два известных фригийца. Но это пока еще Нунэ не закончила. Сейчас и этих не останется. Уважаемый главный редактор сайта «Калибер.Аз». Прошу уволить меня по собственному желанию, поскольку Филипп Эказианц сам все очень лаконично и доходчиво объяснил. Еще говорят, что фригийцы и армяне одного и того же происхождения, это уже говорит Геродот, и это только потому, что и те, и другие носили одинаковые колпаки. У армян это назывались фригийские колпаки, у фригийцев назывались армянские. Вот так, уважаемые зрители, происходит процесс околпачивания армянскими гореисториками как своего народа, так и мировой общественности. Прикрываясь фригийским колпаком, Нунэ Гургеновна записала в армяне не только Гордия и Эзопа, но и весь народ фригии. Между прочим, хороший сюжет для третьего тома «Мертвых душ Гоголя». Армянин Чичикиан собирает мертвые народы, и пока все отвернулись, быстренько их армянизирует. Нет такого народа, которого бы я не мог посадить в Бастилию. Кстати, о Франции. В интернете про армянские колпаки, как и ожидалось, пишут только армяне. Но зато там есть информация о том, что фригийский колпак стал в конце 18 века символом французской революции, а также стал символом предстоящей летней Парижской Олимпиады 2024 года. Но я думаю, что для Нунэ Гургеновны это абсолютно не проблема. Если понадобится, во время своей следующей лекции она до кучи запишет в армяне и французский народ, чтобы национальная принадлежность этого головного убора ни у кого никаких сомнений больше не вызывала. Мы все под колпаком у Мюллера. Подождите, но ведь Нунэ Гургеновна еще ссылалась на Геродота, который по непонятным причинам до сих пор еще сам не стал армянином. По ее словам, именно Геродот говорил о единстве фригийского и армянского народов на основании схожести их колпаков. Геродот такого не говорил. Вот что написано у него. Армении же, будучи переселенцами из фригийской земли, имели фригийское вооружение. А, ну, то есть натырили у фригийцев оружие и побежали захватывать очередную историческую родину. Все как обычно. Что же касается Эзопа, я все-таки думаю, что Эзоп не случайно привлек внимание армянских историков. Ведь Эзоп известен тем, что он сочинял басни, и, видимо, они почувствовали в нем родственную душу. Только вот напрасно, господа армянские историки. Эзоп придумывал свои басни из благих побуждений, стараясь высмеять разные людские пороки, объединяя людей для борьбы с ними. А вы... А вы своим лепетом будете только разобщать. Но это, мягко говоря, и в заключении. Пока я готовился к записи этой программы, мне попалась любопытная статья об открытии в 2022 году в библиотеке маленького нидерландского городка уголка армянской книги. Я цитирую. Отметим, что в ходе мероприятия посол Армении в Нидерландах прочитал присутствующим на нем армянским детишкам басни Эзопа. Согласитесь, странно, что на мероприятии, посвященном армянским книгам, зачитывается Эзоп. Видимо, он был представлен там как один из основных авторов армянских книг. Но суть не в этом. Мне интересно, прозвучало ли среди басен, рассказанных послом Армении, басня Эзопа «Осел в львиной шкуре». Она очень короткая. Осел натянул львиную шкуру и стал расхаживать, пугая неразумных животных. Завидев лисицу, он и ее хотел напугать. Но та услышала, как он ревет, и сказала ему «Хоть уверен, и я бы тебя испугалась, кабы не слышно было твоего крику». Так иные неучи напускной спесью придают себе важность. Но выдают себя своими же разговорами. Сразу вспоминается фраза, с которой Нуне Гургеновна Мхитрян начала свою лекцию про Эзопа и фригийцев. «Язык мой, враг мой». А хотя почему только эта фраза? «Мы, как страна, которая привыкла ни в чем себе не отказывать в историческом плане». «Финита ля комедия». Всем добра и хорошего настроения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»